Бао! Всем привет, топчики! С вами Димон Про. Сегодня будет реакция на 34-ю серию сериала «Школа глазами школьника». Ну что же, начинаем. От первого лица «Школа» 4 сезон «Революция в школе» ушли все. Конец истории? Глазами школьника. Стоп. Ну почему ж конец? Нет, ну я считаю, что даже если будет конец этого сериала, то он должен быть вот таким, что мы победили Камрана. Все в порядке, все вернулись. Никто, никого не будут выгонять, и все будет хорошо. Потому что главное избавиться от Камрана. Итак, много проблем. Ну а что же было у нас в прошлой серии? Было про то, что Сашка любит фоткать девочек в юбках, и про туалетную королеву. Да, Юля. Ну давайте же мы будем смотреть эту новую серию. Она уже на 30 минут. Ну давайте же посмотрим. Ну что, друзья, 34-я серия глазами школьника, которая должна вам понравиться. Обязательно досматривайте этот ролик до конца, потому что в конце будет интересно. А если ты еще не подписан на канал, сделай это прямо сейчас. И давайте под этим видосом соберем более 200 тысяч лайков. Приятного просмотра. Димон, наконец-то вы это сделали, да? Кто это сделал? А что происходит? Ну ты и дурак. Рада приветствовать на торжественной церемонии, посвященному самому прекрасному и самому светлому... Подожди, какая свадьба, что ли? Реально, что ли? Какая свадьба? Празднику на этой земле. В школе свадьба. Вот это начало серии. Создание РП-семьи на проекте Аризона Мобайл. Обещаете ли вы, Дмитрий, играть со своей возлюбленной Полиной на третьем сервере мобайл-проекта Аризона... Да вы и сюда рекламу засунули, ну... Знаю то, что тут почти пол-видеорекламы, блин... Ну как, половину, меньше половины, блин, вот это весит. РП до конца своих дней. Мне ваша вот эта Аризонка уже вот тут приелась уже. Да, обещаю. Обещаете ли вы, Полина, быть всегда рядом с Дмитрием, помогать ему на слетах домов, машин и быть ему надежной опорой и поддержкой в опрах на форуме? Да, обещаю. Реально свадьба. РП брак. А что это за челик? Это что, ее отец реально? Официально зарегистрирован. Можете поздравить молодых. Полина, желаю вам Димой. А только сейчас запекстилизированное лицо. Типа, чтобы нам не раскрыли лицо его. Он вайн будет и пять сотов для машин каждому. Дмитрий, желаю вам не играть в барах на последние вертые. Ну и не сливать аксы по дешевке в нацине. Дима, желаю тебе взять лидерку и завоевать все больше и больше территорий на капле. Дмитрий, не дайте моей дочери стать мишенью... Да, это реально ее отец. Для ДБэшников и ДМщиков. Оберегайте ее от читеров и скамеров школьников. Читеры и скамеры. Хорошо. Вы отец Полины? Да. А почему вы влюрли? А мы еще не знакомы. Также у нас есть... Я сказал, а почему у вас лицо заблюриное? А я сказал... А он сказал, что... Сейчас, а что сказал? Из камеров школьников. Хорошо. Вы отец Полины? А почему вы влюрли? А мы еще не знакомы. Также... Ну да, не знакомы. У нас есть подарок от вашего друга Александра. Он подготовил для молодых рэп-клип, посвященный нашей жизни на проекте Аризона РП. Да мне не нужен никакой... Никакая песня про Саш... Сашкиная песня про Аризонку. Мне это не нужно. Что? Это сон? Реально сон. Где я вообще? Что это за хата? Да нафиг! Че, какая-то другая хата. Не, или это та самая хата, где я там живу с отцом. Но просто комната такая необычная. Так ты понял, про какого президента школы вообще говорил Дерский? Президент школы? Да, ну конечно же Мэр это будет, мне кажется. Дович ему это сказал. Как я понял. Типа Дерского в президенты? Сегодня, кстати, кошмар. Типа Дерского в президенты? Какой кошмар. Раньше даже Авдата нас со школы выгнула? Нет, не президент. Нет. Снилась, что у нас? Свадьба. Свадьба была. То есть наша с тобой свадьба, это кошмар? Не-не-не, не кошмар. Не, в том смысле. Правильно поняла. Там просто твой папа. То есть мой папа. Там отец твой был. И там вот эта еще Аризонка ненужная мне нахер. Еще говорилось. Да нет, блин. У нас была свадьба. Кристина Игровина была ведущей. И спрашивала, готовы ли мы с тобой до конца жизни играть в Аризону Мобайл. На третьем сервере. А твой папа вообще был в блюре. Там беда. Ты клип про Аризону будешь снимать? Ты о чем? Ты знаешь, что за ухи пошли? Что Леопольд Тернольд? Что, Леопольд? Срочно, хорошо держи. Что случилось? Что, опять уже? То есть, да, ее не было в школе, она вернулась. И сейчас на нас орать будет за то, что пока ее не было. Какие проблемы в школе вы объявились? Что? Моя мама, блин. Идеально. Зачем ты пришла? Ты как со мной разговариваешь? Подожди, а что происходит? О! Пасхалочка! Заметьте. Хе. Да-дам. Типа ток. Пустили тебя, да? Пожди, а что случилось? Не надо меня тут бить. Где твой отец, а? Дома. Что случилось? Посмотрите на него. Он как переехал к своему отцу. Другая жизнь. Он его. А что там такого? Я с отцом хочу жить, Аня. Разбаловал! А я что могу с этим сделать, а? Зачем ты приехала? Рашид же дата. Дождь. Эм, ладно, продолжаем. Ну и что, что разбаловал отец? А я что могу с этим сделать, а? Зачем ты приехала? Раши даже дата. Дмитрий, я понимаю, у вас с мамой в отношениях проблемы, но не вызвать ее в школу, извините, я не могла. Многоуважаемая мама Дина. А можете ли... Многоуважаемая. Как вы мне объяснить, как так вышло, что вы устроили вечеринку этим детьми в доме бывшего ученика этой школы Камрана и его, прости, господи, бабушки? Это было всего... Что тут сказать? Просто моя мама повелась на обман Камрана. Были же недопонимания с этим учеником. Я же не знала, что у них конфликт. Я хотела какой-то. Слушай, Таша Вдатовна, может, лучше папу в школу? Чтобы он тебя прикрывал, заступался за тебя. Когда ты жил со мной, у тебя таких проблем не было. Проблемы были хуже. Значит так, личные разборки свои устраивать вне стен этой школы. Меня сейчас в первую очередь интересует поведение вашего сына. Меня сейчас в первую очередь интересует, что творится у них в классе. Вы в курсе, что полиция в школу приезжала? Полиция, вы понимаете? Вы в курсе вообще, что мой телефон к доске прибили? Мэр! Ну, дерзкий это, да, прибил. Но про стол это вообще Юля. В школу приходил. Сено какое-то привезли. Девочку с шоколадом обмазали. Ученик, торти меня неделю всего не было. Дмитрий, что вы здесь устроили? Сын прибил телефон к доске. А, это что за черек? Это отец ореха, что ли? Чем сено в школу принял? Это не я. Это не я сделал. Че вы, че ты меня обвиняешь в этом? Я не виноват в сене. Это просто было мероприятие от мэра. Ну да, он недалекий, этот мэр. Я принес сено. Подожди, шо ты делаешь? Ты хочешь с меня ремнем туда лупасить? Бежи даже зато. Помогайте, блин. Сделайте так, чтобы она меня не била, блин. Защиту. Можно папу позвать? Она вообще ничего не понимает. Я не понимаю. Не надо меня лупить. Че это за наглости? Зачем меня лупить? Сейчас. Я прямо здесь буду воспитывать. Ты меня уже достал. Хватит. Не понимает, как, видимо. Вы обонаумили? Вы что делаете? Полиция. А вообще... Идет. Чего в школу... Приезжала? А ну успокоились все быстро. Что здесь происходит? Ты дурная. О, наконец-то ты вовремя пришел. Я знаю, что ты делаешь? Ты че приперся? Распустила его. А дурная я. Ты посмотри на себя, как лысый. Ты почему за Димой не следишь? Что он себе позволяет в школе? Слушайте, меня не позорь. Дурная, папу... Твои... Уже и так опозорят. Простите, не позорь сына. Значит так, рты закрыли оба. Вы мне что устроили здесь? Уважаемые родители, я вас вызвала не для того, чтобы рассказывать вам, что ваши дети во всем виноваты. Лично вас я вызвала, чтобы напомнить, что ваш сын староста класс. И как... А, то, что они ничего не... Не справляется, да? Староста, он со своими обязанностями явно не справляется. Мне интересно, вы вообще в курсе о его поведении? О поведении его друзей? А вас, уважаемая мама Дима, я вызвала сюда не для того, чтобы вы мне ремнёк здесь размахивали. Так а зачем вы её вообще вызвали? Вы же знаете, один звонок, и я приехал. Ну да. Все вопросы и проблемы... Ну да, все вопросы и проблемы решаются через моего отца. Ну да, надо мне и самому бы решать всё. Можно было решить вот без этой бывшей. Ты чё припёрлась? Если бы я не припёрлась... Жалко, у нас нет, блин, в классе компроматов насчёт своих проблем, которые создались от Камрана. Блин. 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 Из кабинета быстро, ученики по урокам, родители в коридор. Кстати, если моего папу тоже в школу вызовут, то у тебя будет шанс с ним познакомиться. Это да, только это не вовремя будет происходить. Ну, или поедем ко мне домой после уроков, и будешь смотреть на моего кошмарного папы. Димон, ты уже инфу слышал? И что сказать последнее хотел? Ээээ, смысл, а что случилось? Ээээ, так и не говорите это... Так и не говорите, что вы неужели уходите от нас. Нет, пожалуйста, только не это. Это то, что и говорил до этого. В общем, я хочу попросить прощения за тот... Да, всё мы потеряли по ходу Леопольда. Поступок, который совершил, и чтобы вы на меня обиду не держали. Я честно думал, что смогу продержаться с вами до конца учебного года. Думал, что вы перерастёте, что это всего лишь последствия переханного возраста. Но... Это проблемы от Камрана всё были. За последнее время я понял, что... Эээ, за это... И... Ну да. Что всё вышло из-под контроля. И с этого дня ваши проблемы вы будете разгребать самостоятельно. И как хотите. С меня хватит... Ммм... Ну, тупо разгребать проблемы, и когда появляются новые, это уже чё-то не хочется, чтоб такое было. Но нам, блин, насчёт проблем... Эээ... Рашидовна не верит. Почти ни за что. Не, ну, что-то и верит, но не во все, блин, даже. Как мы хотим правду объяснить, но, блин... Ни хера. Нет, вы классные ребята, и мы с вами... Многое пережили, но, видимо, это ценил только я. И... Ну, я не хочу... Там только не говорите, что плакая конц... Что будет концовка этого сериала. Просто, что... Тупо нас всех развалили просто. И мы тупо... Эээ... Пере... Мы, короче... С этой школы все ушли, и переводимся в новую. Но Камаран тут будет, и устраивать новым ученикам тут проблемы. Что все это повторялось. Представляете? Что делать? Только мы, единственный класс, что там... Насчет Камарана можем против него что-то поставить. С ним... Но мы и решаем по поводу его проблемы. Но это уже новые проблемы уже посложнее. Но вот представьте, что это будет реально вот... Тупо плохая консовка. Что тупо все... Все будет начинаться по... По новым. Нет. Все будет продолжаться. И так... И так с каждым разом, пока Камрана не будет. Пока Камрана вообще... Никто не сможет. Пока Камрана, конечно, не выгонят. Ну, блин. Ну, это плохо будет. Это не должно быть плохой концовкой сериала. Она должна быть веселой и хорошей. Чтоб мы победили... Главное, зло Камрана. Может, еще будет появиться вот из первого сезона Чудик. Не знаю. Ну, блин. Так не хочется, чтобы сериал на таком заканчивался, то нет. И урок с Натевой Павлиновной был последний капли. Я могу много... Это и так понятно. ...много истерпеть. Но то, что мои слова на регулярной основе не воспринимаются всерьез, этого истерпеть не могу. Вашим новым классным руководителем, кто будет, это уже решит задачу. А с внутрешенным заквасом, решайте сами. Всего хорошего. Ну, понять вас можно, Леопольд Арнольдович. Да не верю я в это. Это развод сто процентов. Ну, чтобы нас проучить. Он же говорил, а мы без него денемся. Не помните, что... Да петушился. Ты и твои друзья во всем виноваты. Чё, Саша, весело, да? Дима, ты придурок. Ты чё, фиг... Чик. Да чём ты меня оскорбляешь? Фигела? То есть вы сейчас всю вину на нас решили повесить? А кто кровь? Ну, конечно же, кто вину создаёт? Ну, конечно, наша четвёрка. Дерзкий, я, Саша и Полина. Конечно, кто ещё? Да. Так у нас проблемы неожиданно какие-то появляются. Неожиданно. Мы их не создаём. Они появляются неожиданно. Сколько это повторять можно? Со стороны видела? Дерзкий. Тупо клоун местного разлива. Вы своей четвёркой вечно то и делали, что уроки срывали. А сейчас что? Твоя мамка Дима после тупой вечеринки у беды сделал нам ещё больше проблем. Нафиг. Ну, тогда. Опять нам проблемы создало. И ещё комрана вторая. Из-за её, блин, доверчивости. Вообще-то не я. Но есть теория, что это... Что комран подкупил Юлю. И она как раз засунула в торт специально комрана. Может так быть. Да, наконец... У неё же была информация, но... Мы хоть её поцеловали, она нам не дала всю информацию. Вообще никакую информацию нам не дала. Вот так, блин. Продолжаем. Так... Спрашивали меня, тупые. Так, закрыли сейчас все рты моментально. Разберёмся. Реально? Зачем вы все здесь панику разводите? Хотите? Я вас разгружу. Вот Сашка постоянно про свою Аризону говорит. Но я тоже знаю много и... Подожди, реклама, да? Мм... Что, поцеловал Рашиду Жовдатовну? Ты чё? А... Ну, блин, подожди, мама. Это я здесь. Это случайно. Меня просто... Мне большую дозу, блин, выделили в уколах, когда... Ну, надо было прививку сдать. Там я уже не помню, что там было много скопилось, блин. Короче, у меня что-то понесло. Я как пьяный, короче, я к Сашке вел. И... Мне привиделось, что я поцеловал Полину, но... На самом деле, это было... Рашида. Ой-ой-ой-ой. Какой позор больше. Ну... Да, было дело. Ну, блин. Надеюсь, ты поверишь. Я сейчас правду говорю. Кто пришла? Ты чё сюда припёрся? Ты мне не тыкай. Дима, можно тебя на пару слов? А чё только на пару слов? Плазис по головке будет. Как так получилось, что ты поцеловал учитель? Да мне прививку неправильно поставили. Я думал, что это Полина. В спортзале кого вы пытались подставить? Почему Саша фотографирует женский юб? Шоколадом девочку из параллельного класса обмазали. Столы. Это не мы, это другие малолетки это сделали. Вы ломаете, зачем? Ты чё только меня спрашиваешь? Там все виноваты. А вызвали кого? Дима. Конечно, меня. Никто, никого. Только меня. Что с Камраном? Так это у мамы спроси. А что я? Если бы ты рассказывал, что у тебя происходит в жизни, этого бы не случилось. Вот вы знаете, что происходит в жизни у вашего сына? У тебя есть номер этого Камрана и его бабушку? Зачем тебе их номера? Если... Чё, у меня номер даже есть. Вы не в состоянии решить проблемы, тогда родители... А ты имеешь в виду, что почему он создаёт проблемы, если вы не можете помириться? Так блин, понимаешь, отец? Он просто не понимал. Он такой, что хочет просто всех... Всех выгнать отсюда. Просто так. Просто так. Понимаешь его? Его победить сложно даже вообще. Его почти не победишь. Там только сила принимается. Да что, он не понимает нормальным языком. Ты что, на сторону мамы переходишь? Мне кажется... А ну блин. Вы сильно грубо общаетесь с сыном. Может, стоит помять. Вы тоже закрыли? Тот хочет вообще уйти отсюда, потому что у него работа. Рыли рот. Своего сына мы будем воспитывать как хотят. Может, я уже пойду. Дима, кто такая Юля? Новенькая девочка в нашей школе. Вы над всеми новенькими издеваетесь? Так она Полину обидела. Проходи, проходи давай, не стесняйся. А что я? А что ты? Вот ты мне сейчас объяснять будешь. Что мой... А, за стол? Это да, она Юля. Телефон к доске прибил. Кто парту сломал? И для чего ты вчера утопила? О, кстати, у вас Рашидов на новый телефон? Заметил. Телефон Александра. Я же вам говорю, он хотел фотографировать... Ну, блин, Юля, ты вот очень жёстко наказала вообще Сашу, потому что ты утопила айфон. Ты представляешь, сколько это денег просто в мусорку улетело? Представляешь, ты головой не думаешь. Чё ты просто вот не могла, блин, ну хотя бы селфи-палку сломать. Почему именно телефон ты утопила? Ты вот нормально вообще, вообще, вот понимаю, что это... Понимаю тебя в одном, что нельзя отводкать и делать, человек в юбках. Ну, блин, ну чтоб так наказать, это я... Это как... Это как вообще можно такое делать? Я не понимаю. Девушек в юбках! А дерзкого изогнетушек тебя? Ты зачем опросил? Кто вам такое сказал? Желда, там на что? А было такое, кстати, да? Он уже натворил. О, да, бабушку Саши давно не видели, она уже покрасилась в розовый. Что ты сделал? Да я честно ничего не делал. Господи боже мой, что с вашим классом не так? Почему? Рашиду Желда, ну не нервничайте вы так, сейчас всё разрешим. У вас есть номер Камрана и его бабушек? Вам-то он, собственно, зачем? Дима, иди на занятия. Может, я тоже на занятия пойду? Заткнулся. Юлечка, он тебя обидел, да? Ты отстанешь уже от него? Юл, вот это, что, блин, происходило после меня, пока меня нет было. Что-то, типа, дерзкий дрался с Германом, что ли? Он его там душит. Дерзкий, что ты делаешь? Да что такое? И вообще, что там происходит? Это полный трэш, на меня почти всё спустили. В смысле на тебя? Бабушка Саши ещё пришла. Кстати, ты не знаешь, кого следующего вызывать будет? Камрану и его бабушке звонить собрались. Нафиг ты Германа кроешь? Потому что он достал постоянно нас обливать дерьмом. Сейчас он ему ещё дерзкий треснет, походу, за той глобус. Ты меня достал, придурок рыжий! Думаешь, если ты здоровый, ты можешь обижать слабых, да? Да не трогай ты его, дерзкий! А чё, за тёлкой спрятался, да? Да лучше... Вообще-то, это стыдно за тёлкой прятаться. За девушкой прятаться буду, чем доводить чуть... Ну, Германа можно понять. Телей до увольнения, понял? Нормально. А нахера ты вообще, Герман, и трес... Мечом по башке. Ты дурак! Успокойтесь вы все, что вы делаете? Так, а нафиг там бабушка у Камрана вызывают? А я откуда знаю, папа... Вообще, головой чувствую не думает он, Герман. Что-то решить хочешь? Саша сильно ругает. Но я думаю, что ему от бабушки очень сильно... А моего папу уже отпустили? Просто ему на работу надо. Нет, ещё не отпустили. Блин, я просто сказал ему, что у нас в классе всё хорошо, и все друг друга любят. Как думаете? Мда. Я сниму с должности старостка? Так, короче. Короче, ему всё равно на ту старостку. Честно говоря, мне срать хотите вы этого или нет, но сейчас вы все слушаете внимательно и делаете... Сейчас скажут, о чём мы тебя должны слушать, да? Все вы... Герман скажет. Слышали, что Леопольд Арнольдович уволился из-за нас. Из-за наших проблем. Из-за того, что мы зашли ну слишком далеко. В частности, я. Хоть я извинялся, конечно, но, видимо, до меня не доходит с первого раза. Поэтому нам сейчас нужно разгребать всё, что мы накрутили. И извиняться перед всеми. Решать все проблемы, которые мы запустили. Поэтому хотите вы этого или нет, но сейчас вы будете слушать меня и делать всё так, как я. Нифига себе. А чё ты решил, что ты будешь главой? Вот именно. Проблемы сделал ты. А командовать с нами собрался? Ну, Дима тоже может быть за главного, да, Дима? Спасибо. Так, подождите. Я ведь тоже могу решить все проблемы. У меня, в принципе, залётов не было. Я в целом тоже могу быть за главного в классе. Так, нет. За главного буду я. Я в... Ну, да, дерзкий, когда пришёл вообще в 4-й класс, то есть, не, пришёл к нам в 7-й класс, то, конечно, он создал проблемы, но потом сам их решал. Все эти проблемы заварил, и я знаю, как их расхлёбывать. Ещё вопросы... Ты думаешь, что сможешь решить все проблемы? Ну, а ты хочешь проверить? Куда ты ещё, шкаф? Не надо. Ты чё, вообще уж, Ерма, не надо, блин. Сейчас Рашидовна придёт и скажет, а чё мы... На нас, короче, будет срываться. Не надо. Решай, предс... Сможешь или нет? Ты чё сделал? Я чё сделал? Ты не... Ты только хуже делаешь, я бы сказал. Будешь за главного в этом классе. И вообще, переведись нафиг со своими недодружками и недоподружкой. Ты чё, успел её обзывать? Ну да, чё ты мою Полиночку обижаешь, а? Нафиг ты... Ей ещё кулачку. Ты его толкнул? А чё ты заступаешься за него, а? Он же тебя тоже зарядил мечом вообще-то, баскетбольным. Чёсь? Дима, тебя в кабинет вызываю. Что со шкафом? Вы что, снимаете клип Аризоны без меня? Эх. На уме у Сашки Аризонка и всё, больше ничего. Дима, а ты знаешь, на что... Опять реклама, да? Потом, меня ждут в кабинете. Что случилось? Дмитрий, в классе всё нормально. А как мы... Ну, там шкаф, конечно, перевернули. Ну, так нормально всё. Может быть, что-то... А, уже пришли, блин. Двое наших врагов, главных, особенно Камран. Нормально. Когда у них вечно проблемы. А ваш сын, господи, прости меня. Это же вообще худшее создание, которое... Подожди, вы охерели меня? А, скажи... Так. Подождите-ка. Я не надолго... Мне надолго отлучился. Я просто у себя закусончик взял. Чтоб видео смотреть. Ну, чтоб было... Чтоб, ну... Есть и обсуждать вот это всё дело. Вкусная фанта. Ну что же. Продолжаем. Я произвел... Ну, она вообще ненормальна. Меня отродьем ада называет. Человечество. Вы за языком своим следите. Может, я... Ммм... Рашида Жабдатовна, может быть, я тоже уже пойду? Вот. Её тоже унижали. Да, девочка? Софья Андреевна, я вас очень хорошо запомнила. Вы разбили мой телефон. А лучше... Да, помню. Такое было. Айфон пятый где-то сломалый или четвёртый. Лучше б ты так уроки помнила, чем меня. Вашего сына нужно в интернат отправить. В интернат... Эм... Здесь. Тамрана, ты не охерел? Тебя вообще-то нужно было кому... В... Тебе... Лучше бы ты пошёл... Свой любимый интернат. Почему ты туда не пошёл? Решил с нами остаться, да? Лучше бы тебе, конечно, туда вернуться. Охеревший. У нас ты учишься, ты дура. Дима, ну зачем ты? Это он проблемы создаёт. Тебя выгнали. Нафиг ты к нам в школу ходишь. Смотри под своим носом. Мой внук воспитанный, интеллигентный мальчик. В отличие от некоторых. Да, Кам... Потому что ваша жена притащила целый класс в мою квартиру. Поломали мои предметы. Это ваш внук вообще-то обманул её. Нет, и всё перевернули. Украли мою ночнушку. А в заключении затолкали в торт моего внука. Кто я должна была делать? Камрад, кто тебе... Это Юля должна... Мне кажется, это сделала. Кто тебя в торт засу... Да я не верил, кто меня в торт засу... Как? Согласен. Как можно было не увидеть, Кто засунул его, Камрана, в торт? Можно было не увидеть, кто тебя засовывает в торт. Тебя Юля в торт засунула. Ты чё, офигел? Да нафиг он мне нужен. Для того, чтобы отомстить нашему классу. Что за месть, Юля? Вот думаешь, что так, кстати, отомстить. Юля? Она с дерзким устроила челлендж. Что за челлендж, Юля? Ты ничего и не устраивала. Женщины, давайте без криков и скандалов обойдёмся. Софья Андреевна, вас ведь со школы уволили, правда? А вас это как-то касается? Внука вашего перевели в интернет. Я говорю, вас касается это? Да это беду. Палки со школы не выгнать. Софья Андреевна, меня бы это не касалось, если бы вы не ходили в школу, к которой больше не имеете отношения. И почему из-за вашего внука наших детей допрашивают полиции? Ох, Софья Андреевна, вам крупно повезло, что меня не было в школе в эти дни. Ох, если бы я была, вы б летели дальше школьных ворот вместе со своим внуком. И мэр вместе с вами. А с директором я поговорю ещё. Устроил тут, понимаете ли, проходной двор, эксплуатацию учеников. Софья Андреевна, так чего же вы хотите? Я хочу, чтобы мой внук учился в школе, в которой ему комфортно. Я хочу... И именно в этой школе учиться, блин. Хочу, чтобы всех учеников наказали по полной за то, что они сделали и делают. Я хочу... Неправда вообще. Хочу, чтобы справедливость восторжествовала. Справедливость не восторж... Такого не... Я вас... Выговать нахер не могу. Такого не будет. Вам только лишь бы мечтать. Справедливость восторжествовала. Вам не нужно было заводить внуков. Дима! Вот это я жёстко реально сказал. Ну, Дим... Ну да, жёстко тупо сказал. Лучше бы вы не заводили внуков. Жёстко реально. Дмитрий, что вы себе позволяете? Дима, ну что это такое? Может, я всё-таки пойду? А Леополь, что? С концами уволился. Даже обзартовал. Так, Юля, Дмитрий, идите-ка по кабинетам. Слушай, Андреевна, давайте будем как-то решать. Вы ведь вроде были под домашним арестом. Возможно, вам нужна помощь? В смысле нужна помощь? Не надо. Куда что? Не надо, чтобы она тут вообще училась. Они как всегда дерутся. Да. Что происходит? Дерзкий, Германа драйз. А что там у тебя? Беда в школе с Камраном. Они что-то решают. Что значит решают? Я откуда знаю. А ты уверен, что твой батя не сделает только хуже? Не знаю. Что по Арнольдовичу делать? Вы думали? Нефиг было доводить его до того состояния, что ему пришлось уволиться. Дерзкий, переводи себе нафиг в ту школу, откуда ты пришел. Вот именно. И забирай с собой Полину, Сашу и Диму. Может, тебя еще забрать? Нет? Напомнить, откуда ты пришла? Слушайте, вы все здесь такие крутые. Скидывайте вину на других. Герман, тебе напомнить, что ты крысокласса. Или Анжела, напомнить про твои залеты. Или может, напомнить, как я с Камраном подрался. Мы все здесь не ангелы. И Наташа, ты тоже. Зачем всю вину на других спихивать? Рома, закрой тоже рот. Дерзкий. Ты реально не понимаешь того, что происходит. Пожалуйста. О, неужели они мириться сейчас будут? Только не бей меня по лицу. Но я хочу нормально объяснить, что наш географ ушел от нас. В классе проблемы исключительно из-за вас. Он то и приходил к нам с фразами. А что случилось? Что происходит? И, пожалуйста, давайте сегодня без залетов. И по итогу что? По итогу мы снова остались одни. История повторяется. Да, как было. Герман тоже когда-то выгнали из-за нас. Она не могла с нами справиться. Герман... Ну да, из-за... Блин, из-за Александра Юрьевна тоже уходило. То, что не могла нас выдержать. Да, было. Походу все повторяется, блин. Обидно. Герман отчасти прав. Но виноваты все. Вот именно. Герман прав. Но виноваты все. Да какой все? Герман сейчас прав на все сто процентов. Проблемы только из-за Дерского, Саши, Полины и Димы. Когда вы это уже поймете? Проблемы случайным образом появляются. Ты наконец-то... Дима, я тебе там про перевод говорила, помнишь? Ты еще говорила? Что с папой будешь меня знакомить сегодня? Это сейчас было неуместно. Может вам реально перевести из Дерского? У меня бабушка работает в этой школе, я не хочу переводиться. Будешь фотографировать девочек в юбках в другой школе, Саш. Да ты что, реально обиделась на меня из-за этого? Нафиг. Конечно, обиделась. Да тебе вообще были нужны фотографии девочек в юбках? Реально думаете, что все настолько запущено из-за нас? Переведись, и проблем не будет. Ты реально ведешь себя как зверь. О. А, ну да, сейчас она опять на нас будет. Что с классом? Я вас спрашиваю. Что произошло с классом? Вы? Вы больные вообще все. Кто это сделал? Шкаф я сломал. Рашид Жавдатовна. Вину на себя берут другие. Швабру я поломала Рашида Жавдатовна. Цветок я перевернула Рашида Жавдатовна. Рашида Жавдатовна. Это все из-за меня началось. Вообще, весь класс виноват Рашида Жавдатовна. Это я во всем виноват, Рашид Жавдатовна. И я хочу перевестись. В смысле? Перевестись? Рашид. Походу, это намек на то, что может быть такая концовка. Но я не хочу, чтобы это было правдой. Что все переведутся, а Камран реально будет всех тут теоризировать новых учеников. Ну, блин, не должно ж так быть. Это ж, ну, блин, реально плохая концовка будет таким образом. Рашида Жавдатовна, можно мне тоже перевестись? Рашида Жавдатовна, я тоже хочу перевестись. Я хочу перевестись, Рашид Жавдатовна. Что, черт возьми, с вами со всеми происходит? Рашид Жавдатовна, а бабушка спрашивает, нужно ли еще какие-то документики директору принести? Я наведу порядок в этом классе. В смысле, ты в нашем классе будешь учиться? Ты охерел, что ли? Ох, ёй, это капец. Можете не переживать. Итак, вы четверо за мной. В смысле, вот эта малявка будет с нами учиться? Что значит перевестись? Помните меня правильно, Рашид Жавдатовна. Я ничего не могу говорить про ребят, но я реально сломал весь класс. Поведение, это все из-за меня. Я главный черт класса, главный придурок и нарушитель. Я не хочу, чтобы такие ребята, как Герман, Наташа, Орех, Варя... Я тут дерзкий все осознал. Варя, Соня, Анжела страдали из-за меня. Поэтому я принял решение о переводе в параллельный класс. Если это, конечно, будет. Ты сам себя сейчас слышишь? Нет, потому что если б слышал, я б не допустил того, что... Блин, так не хочется, чтобы Дерзкий реально уходил. Сейчас происходит. И в целом сложившаяся ситуация. Хорошо, родители, я зачем в школу вызывала? Ну, вы совсем разобрались? Географа как-то вернуть можно? Я вас прошу, подумайте над тем, что вы мне сейчас сказали. Потому что если мне... Угу. Мнение свое вы не измените. Я вечер займусь документами на перевод. Я надеюсь, вы хорошо все продумали. Ученик Дерзкий. Дерзкий, думаю, что... Так будет правильно? У тебя что, есть другой вариант? Ну, я бы предлагала начать тебе новую жизнь, помнишь? Ну, это же не другая школа. Слушайте, я тут подумала. Может, все-таки не стоит переводиться? Ребята, а вы реально переводиться будете? И я вам просто... Блин, так не хочется, чтобы все переводились. Реально. Я хотела поднять настроение. Это же плохая концовка, что Тулкамран останется и будет всех теоризировать новых учеников. После всего этого я хотела вам рассказать про крутые фракции на Аризоне. Вот, допустим, в больнице... Почелось. Тебе поможешь с музыкой для этого, для клипа? Почему Камран в наш кат зашел? Смотри, мы поговорили с Рашидой Жавдатовной... Что значит поговорили? Говорил ты! Там в семье тяжелая ситуация, не все так просто. И, в принципе, никто не был против того, чтобы Камран вернулся в вашу школу. Блин! Ваш класс занят... Ещё скажите, что вернётся ещё там математичка. И я думаю, что так будет даже правильнее, потому что именно в классе вы сможете разобраться, в чём именно... Если он с нами будет даже учиться, то мы его силой будем колпашить. То, что он реально уже бесит. Если он только пусть начнёт опять нам проблемы создавать. А ему есть что вам рассказать. Дима, но я займусь его документами из детской комнаты полиции. Ты шутишь? Он издевался над всеми вечно. Его выгнали со школы с позором. Не выгнали его бабушку с позором. А ты говоришь, что его к нам в класс перевели. Ты послушай своего отца и скажи спасибо, что тебя с твоими дружками не выгнали со школы вообще. Ещё скажите, что вы Софью Андреевну вернули. Ну, твой отец работает над её делом. Да, шо вернуть, блин. Ну зачем? Зачем вернуть? Тоже не всё так хорошо. Вы сколько времени потратили на них? Сколько... Тупо зря. Если она вернётся, то мы всё потратили силы, нервы. Просто так. Раз ты мама лично разбирала с Софией Андреевной, а? А вы хоть раз спросили у мальчика, почему он так себя ведёт? Я перевожусь со своими друзьями в параллельный класс. Что значит переводишься? В параллельный? Я, конечно, всё понимаю, но может... Да он и нас там теоризировать будет. Я уже, пожалуйста, пойду домой. У меня работа... А вас разве не отпустили? Идите, конечно. Счастлив. Знаете, что вы сделали хуже не только для меня, а для всей школы. Дима, ты куда? В место, где меня ценят. То есть ты хочешь сказать то, что твой папа вернул беду и комрана в школу? Прикинь. Угу. Так кажется, что это предательство от отца. Сколько нужно быть дураком, чтобы это сделать? Ты же говорил, что у тебя хороший папа. Хорошие прислушиваются к своим детям. Папа твой скоро придёт? Да нет, он сегодня допоздна на работе. Не переживай. Полиночка, а ты дома уже? Папа! Чё-то не допоздна. А ты? А у нас гости, если что. Сейчас будем знакомиться, походу. Тут дурачок твой, одноклассник, который собирался девочек в юбках фотографировать. Да нет, это Дима, мой друг. Одноклассник, помни? В смысле, я же парень твой. Я же тебе рассказывала. Друг? Приветствую, друг. Здрасте. Здравствуйте, я парень Полины. Парень Полины? Полиночка, у тебя что есть, парень? Да нет, пап, он шутит. А, в смысле? Так я реально парень. Парень. Может, у неё план есть? Хер знает. Давай. А, шутник, да? Отличник? Конечно, отличник. Дима вот с математикой пришёл мне помогать. Математик? Якобы отличник. Математика, это хорошо. Фу, и, наверное, компьютерщиком будешь, да? Да, Дима в игры любит играть. И в какие игры играешь? Я в Аризону Мобайл играю. Ммм, не х**ец. Когда такого я не слышал. Это что там такое? Аризона, это кота Астана Андрес. Только посетим. Можно с одноклассниками играть, с друзьями. Мы всем классом играем. У меня даже папа играет. А математика здесь где? Слушай, папа, а можно мы с Димой пойдём ко мне в комнату? Дима пойдёт домой. А ты уроки будешь делать самой. В смысле? Давайте без лишних вопросов. Я вообще-то реально парень Полины. Мне сегодня сон прияснился, что у нас с Полиной была свадьба. Ммм, свадьба. Я там видел вас. Но у вас там лицо было влюблено. Тебя проводить или сам уйдёшь? Полина! Мне кажется, отец ничего не осознаёт. Чё, серьёзно? Всё, короче, заканчиваем видео. Потому что сейчас реклама вот этой Аризонки гибельной будет. Ну... Что ж будем в итоге делать? Не знаю, но я думаю, всё же есть как-то варианты, чтобы победить Камрана. Ну да. Сегодня была... Эта серия, конечно, была печальной, скажу. Ммм. Эх, что ж поделаешь, блин. Непонятно же... Непонятно главное то, что... Почему Камран это делает? Непонятно же, блин. Ну, будем заканчивать. С вами был... Димон ПРО. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok